Уважаемые дамы и господа, я хотел бы начать с того, чтобы поблагодарить тех, кто пригласил сюда, и поделиться теми мыслями, которые имеет Пакистан в отношении глобальной стабильности. Я благодарю министра обороны Российской Федерации за то, что он пригласил нас в седьмой раз. Эта конференция происходит тогда, когда АСИС потерпел поражение в Ираке и в Сирии. И здесь, конечно, огромная роль принадлежит Российской Федерации. Хотя есть признаки того, чтобы можно и праздновать, но в том числе необходимо продолжать эту борьбу, потому что ДАИШ продолжает угрожать безопасности региона. Как было отмечено, поражение АСИС физически пострадало, но, тем не менее, всё равно очень много ещё насилия можно ожидать. И, конечно, миллионы беженцев из Сирии пострадали от АСИС. И дело в том, что очень многие участники, которые участвовали в этом конфликте, продолжают угрожать мирному процессу в Сирии. И мы живём в очень сложном мире, и разные события происходят, и иногда эти действия имеют очень долгосрочное влияние на частную жизнь и судьбу миллиона людей. И мы сейчас проходим через очень интересные моменты, которые связаны и с экономикой, и со стратегическим выбором. Это, конечно, и Китай, и Россия сейчас влияют всё больше и больше и превращают мир в многополярный. И сейчас и на региональном, и на глобальном уровне сейчас меняют баланс сил экономически и стратегически, и в военном плане. И, конечно, и интеграция, Шанхайская организация сотрудничества, создание инвестиционных банков, Глобальные инициативы Китая откроют действительно очень много перспектив в ближайшее будущее. Но для этого нам необходимо преодолеть последствия терроризма и экстремизма, и полностью эксплуатировать и использовать возможности сотрудничества. Конечно, это необычный масштаб этих вызовов не требует совместного подхода. То, что касается терроризма, который сейчас угрожает всему миру, действительно меняет всю канву этих отношений. Конечно, невозможно уничтожить это в одну ночь. И Пакистан постоянно уделяет значительное внимание для того, чтобы искоренить сами причины этого терроризма. Это использование незаконной силы, агрессии, иностранной оккупации и лишение права самоопределения, лишение права человека, эксплуатация другими государствами ресурсов. Это несправедливость, и массовое перемешение людей, это тоже относится к этим корням. И Пакистан сейчас очень беспокоит как раз вопросами всенофобии, религиозными или расовыми разделениями. Это тоже подпитывает терроризм. И мы, конечно, с другой стороны, тоже беспокойная исламофобия. Это несправедливо и несбалансированное отношение ислама. И поэтому здесь необходимо принять законодательные акты для того, чтобы учитывать эти моменты. И мы думаем, что в международном сообществе будут отмечены эти моменты, чтобы не обострять эту ситуацию. Поэтому необходимо вырабатывать новые подходы, которые будут основаны на гармоничном подходе, на кросс-культурных пониманиях очень важных и тонких вопросов. Дамы и господа, Палестина, Джамо и Кашмир сейчас уже стоят долгое время на повестке ООН. Мы понимаем, что эти территории продолжают быть оккупированы Индией, и там их права подавляют. Поэтому необходимо, чтобы все эти права и палестинцев, и людей в Джамо и Кашмире соблюдались. И здесь мы получаем и дипломатическую, и политическую поддержку для того, чтобы избежать этой проблемы. И мы видим, конечно, добрососедские отношения, хотим также решить эти проблемы и хотели бы разрешить все эти конфликты, в том числе и конфликты Джамо и Кашмир с помощью мирных средств, с помощью диалога. И, конечно, эти вопросы необходимо решить по вопросам Джамо и Кашмира на основании резолюции объединенных наций. И это самое главное препятствие для мира и стабильности в Юго-Восточной Азии. Наш братский сосед Афганистан уже страдает от конфликта в течение продолжительного времени. Конечно, нет военного решения в Афганистане и для внутренних конфликтов. Мы поддерживаем афганского президента Ашраф Хани в его плане по объединению наций. И, конечно, этот процесс должен действительно продолжаться в Афганистане, и только он обеспечит длительный мир в Афганистан. И Пакистан понимает, что необходимо разговаривать и с талибаном для того, чтобы установить мисс и разделить обязанности по установлению и с международным сообществом. И, конечно, если будет установлен мир в Афганистане, обратно вернутся 3 миллиона афганских беженцев, которые находятся в Пакистане примерно уже 40 лет. Пакистан, Россия и другие соседние страны Афганистана разделяют эти беспокойства, то, что связано с терроризмом, который страдает от терроризма. Сейчас мы видим также феноменальное увеличение производства наркотиков на этих территориях. И, конечно, расположение этих лагерей, которые находятся близко к границам Пакистана и других азиатских стран, это очень большая тема для беспокойства. И Пакистан, и Россия не только хотят, но и делают совместные усилия для того, чтобы установить мир в Афганистане. И это региональный подход, и это не просто пустые слова. Мы поддерживаем эти усилия, и присутствие иностранных сил в Афганистане, которые ничего не достигло в течение 17 лет, не принесли стабильности. И, конечно, мы отрицаем эти беспочвенные обвинения. Мы не воюем на своей территории. То, что касается военных операций, которые были предпринены против террористов, которые сейчас включают это и социально-экономические вопросы, и после того, как мы закончили эти боевые операции, мы как раз консолидируемся для того, чтобы обеспечивать реализацию национальной планы действия, для того, чтобы лишить возможности террористов перегруппироваться и создать новые сети. И, конечно, все эти ячейки, которые продолжают использовать насилие, будут уничтожены. Мы также обеспечим надлежащий контроль границы на границе с Афганистаном. Я хочу также подчеркнуть, что Пакистан уже изгнал всех террористов со своей территории. И это стало возможным, потому что это операции Зарб-Аз и Раддул-Ассад, который был проведен вооруженными силами, а также службами национальной безопасности против террористов и экстремистов за последние годы. И успех, который был достигнут этими операциями, был подтвержден на глобальном уровне. Эти действия были осуществлены пакистанскими вооруженными силами против всех боевиков. И мы провели это с помощью наших собственных ресурсов и потратили на это почти 2 миллиарда долларов. И хочу сказать, что народ Пакистана также очень сильно страдал и морально, и материально в борьбе с терроризмом. Не только для того, чтобы сделать и Пакистан более безопасным, но и делали это во имя всего мира. И это история успеха, успеха борьбы с терроризмом. Мы получили большой опыт и знания в борьбе с терроризмом. И мы с удовольствием готовы делиться этим опытом с другими. Ваше превосходительство, дамы и господа. В результате этой решительной борьбы с терроризмом и экстремизмом Пакистан превращается очень быстро в очаг стабильности для того, чтобы достичь экономического процветания в зависимости от того, как успешно будет развиваться коридор торговли между Пакистаном и Китайской Народной Республикой. Решите мне заключить, что мы хотели бы озвучить пакистанскую повестку дня. Это мир, дружба, взаимодействие, связи, развитие и процветание наших людей. И я приглашаю вас присоединиться в реализацию этой повестки для совместного процветания всех наших народов. Я еще раз хочу поблагодарить генерала Шойгу, министра обороны Российской Федерации и организаторов этой международной конференции с надеждой, что такие взаимодействия будут продолжать работать на разработку международных стратегий для того, чтобы обеспечить безопасность, стабильность и процветание всему миру. Спасибо.